Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 ноября – День Иллариона. Сегодня почитается память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Кова-Езерского. Илларион Великий жил на территории Палестины, а Илларион Кова-Езерский – неподалеку от Чудного озера. Илларион Великий, обучившись наукам в Александрии, вернулся на родину и удалился к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы. Его считают основателем первых монастырей в Палестине. Умер Иларион на острове Кипр, предсказал свою смерть заранее. Илларион Псково-Езерский был учеником преподобного Ефросина Псковского. Илларион основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающий в Чудское озеро. Он стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала хорошо известным религиозным центром. На Руси частенько именно сегодня выпадала первая Порошица, густой снег, стелящийся по земле. Сегодня не рекомендовалось ехать куда-либо по проселочной дороге, чтобы не попасть в неприятное положение. В народе дороги всегда считали нечистым местом. Говорили, что там стоят злые силы. Поэтому не рекомендовали строить дом рядом с дорогой, мол, это принесет несчастье. Избегали высаживать что-то в огороде или саду, расположенном около дороги. Такие посадки не приносили урожая. На перекрестках дорог хоронили людей, которых запрещено было хоронить на кладбище. Обычно это были никому неизвестные люди, самоубийцы, либо некрещенные дети. Поэтому в сознании русского человека дороги имели негативный смысл. Приметы. Если на Илариона снег выпал на замерзшую землю, будет урожай хлеба. Если выпал снег и плотно осел на ветках деревьев, в ближайшее время снегопады продолжатся. Сегодня тепло к затяжной оттепели. Нельзя собираться в дорогу сегодня, это к несчастью. В этот день желательно рассыпать зерно на перекрестки, чтобы задобрить души мертвых людей. Считается, что они прилетят в образе птиц и съедят зерно. Нельзя ничего поднимать с дороги, особенно перекрестка, приносит несчастье. Нельзя испражняться на дороге, можно тяжело заболеть. Ну запах нравится, а вкус? Так, сейчас скажу. А что вы хотите добавить? А, я хочу морковки добавить. Это будет правильно. И можно и яблок добавить, а можно и морковки добавить. Да, давайте яблочко одно и морковочку. Хорошо. А мне нравится, я его допью. Хорошо, хорошо. Нравится? Часово, да. Вы смотрите, как он. Знаете, чем нравится? Жгучесть потом появляется в конце. У капусты же она есть, а я про нее забыла. Да, 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 жгучесть есть. Так, и мы получаем микс капустно-морковный сок. Классно. Такой финальный аккорд нашей программы сегодня. Да. Яблочко? Нет, нет, нет. Яна Петрович, а почему вы выбрали, почему вы говорите, что надо либо морковь, либо яблоко к капустному соку? Потому что это два таких основных сока, в которых все основное мешается, добавляется. Мы можем, конечно, сделать их вместе, а пубы. Это как в следующей передаче. Хорошо. И так как капустный сок является все-таки сильным соком, то надо брать больше. На одну часть капустного сока берите 4-5 частей морковного сока. Пробуйте. Отлично. Совсем другое дело, да? Отлично. Совсем другое дело. Кстати, так как ты хотела смешать капустный сок с яблочным и посмотреть, а что получается, сейчас мы это как раз и сделаем. Я выливаю сюда, а потом мы смешаем. Берем яблочки. Вот. И попробуем, что у нас получается с яблоками, какой вкуснее. От этого он не будет менее полезным, а может быть даже приобретет и более какие-то интересные целебные свойства. Поэтому мы сюда так раз его выливаем. Хорошенько перемешиваем. Так все у нас перемешалось. И пробуем. Так. Достаточно. Как мне нравится пенка, вот эта шапка из пенки. Вот теперь посмотри, какая пенка. Видишь, свеженькая? Да вообще просто. Теперь вот она стоит, пока мы выпиваем и говорим, что с ней будет дальше. Наблюдаем за этой шапочкой. Капучино. Это овощной капучино. А вот это? То есть сочетание капустного сока с яблочным оказалось намного лучше, нежели с морковным. Этот рецепт можно посылать на международный конкурс овощных. Капучино. Овощных капучино. Очень вкусный. Но мы сегодня столько сделали, что мне даже трудно прямо сейчас сообразить, каков был бы мой хит-парад, если бы я его составляла из всех соков, которые сегодня вы делали. Но, знаете, вот капустный паразил с яблочком. Сначала тем, что капуста вообще как-то ее вроде и пить невозможно. Да, да. А с яблоком она идет великолепно. Широка страна, говорит моя родная. Много в ней лесов, полей, реки. Другой страны не знаю, где такие овощные суки. Вкусно пьет человек. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Очень вкусно. Смотрите нашу целебную кулинарию и используйте все это богатство для собственного оздоровления. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok